Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Раздел Тет, стихи 65-72. В данном разделе псалмопевец на время откладывает сторону свои эмоции по поводу злобы нечестивых. Он пытается увидеть промысел Божий, определенный воспитательный элемент во всем происходящем. Да, гордецы испачкали его ложью. 69 стих. Он был унижен. 71. Его пригнули к земле, заставили пострадать. Но он признается, что и сам когда-то был неправ. Он сбился с пути, заблудился. 67 стих. Поэтому теперешнее страдание он воспринимает как благо. Бог благ и благодетелен. Он пострадал, чтобы научиться Божьим уставам. И это действительно изменило его отношение к жизни. Может быть, он и сам когда-то был в числе горделивых богачей. Но теперь он признает, что закон, исходящий из уст Господа, ценнее для него, чем тонны золота и серебра. В 70 стихе мы встречаем такие слова. «Ожирело сердце их, как тук. Я же законом твоим утешаюсь». Перед нами два типа людей. Есть некие «они», которые ожирели, в буквальном смысле слова. Потому что тук — это жир, сало. Но ожирело не их живот, а ожирело сердце. Оно как бы покрылось этим жиром. Мы бы по-русски, наверное, использовали бы другую метафору. Стало черствым, каменным. Окаменело сердце их. Итак, «они, живущие в богатстве и довольстве, стали грубыми и черствыми. А я...» И тут себя ставят на другую чашу весу псалмопевец. «А я законом твоим утешаюсь». Опять же, мы начинаем здесь видеть образ человека небогатого, или, по крайней мере, человека, который к богатству не прилепился, к человеку, у которого сердце не захлопнулось для бедняка, нищего, для сострадания более несчастных других людей. Но вот эта антиномия характерна для библейской поэзии. То есть, конечно, в русской поэзии, может быть, мы сказали бы так, что «богатые люди стали грубыми, а я бедный человек, поэтому я нежный». Или, например, «у каких-то людей сердце заплыло жиром, а мое сердце всегда является мягким». Нам привычнее читать параллелизм, где очень четко есть А, Б, А, Б. А здесь же в библейской поэзии получается, что смысл, он как бы вот стоит между строк. То есть, это как, не знаю, в японских стихах. «Небо светлое, а потому что на душе хорошее настроение». Или, например, «Сакура цветет, поезд идет». Как связаны эти явления? «Сакура цветет, поезд идет»? Трудно сказать, но смысл есть. Смысл есть, потому что, если мы за поездом здесь видим метафору, это означает, что жизнь-то продолжается, жизнь бьет ключом, жизнь идет паровозом. Когда? Когда сакура своим нежным цветом радует и удушевляет мою душу? Вот тут точно так же, вот в этом второй части 70-го стиха «А я законом твоим утешаюсь». То есть, получается, что закон Божий дает не только утешение самой личности, но он смягчает сердце человека, растапливает камень на душе и делает человека открытым для того, чтобы транслировать идеи, вычитанной им о Боге, идея, связанной с милосердием Божьим на других людей. Таким образом, он этот закон пропускает через себя и становится богоподобным, таким же, как Бог, милостивым, щедрым, отвечающим на вопросы, обращающиеся к Нему. Но вот такая особенность этой библейской поэзии, что здесь не всегда все прозрачно. Нужно увидеть внутреннюю логику. Субтитры создавал DimaTorzok